МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В КНДР отчитались о готовности испытать новую межконтинентальную ракету. Чем ответили в Штатах? Дела шести бывших депутатов Крымского парламента. Заиченко, Фикса, Шуванникова, Гафарова, Иоффа и Цекова будет рассматривать Деснянский райсуд столицы. Еще одного Бахарева-Подольский. Такое решение принял сегодня апелляционный суд Киева. Где будут рассматривать дела Нахлупина и Савченко, станет известно 10 января. Ни сами подозреваемые, ни их адвокаты в суд сегодня не явились, поэтому заседание перенесли. Еще по двум, Ильясову и Кличникову, апелляционный суд решение примет завтра. Как сообщили в прокуратуре Крыма, накануне закончилось досудебное следствие по делу 11 экз депутатов Верховного совета Крыма, которых подозревают в государственной измене. Речь о событиях февраля-марта 2014 года, когда парламент автономии проголосовал за проведение в Крыму референдума о будущем статусе региона и принял решение войти в состав Российской Федерации. Где сейчас подозреваемые обвинения не знают. Уточнила ли, что все они в розыске? Впрочем, заверил прокурор, судебный процесс может проходить и без их участия. За новыми изменениями в криминально-прациональном законодательстве, возможно, расследование права без особи. Что до каждого обвинуваченного призначен адвокат, то есть, призначенный государственный адвокат, то есть, их право на защиту не порушено. Фигуранты будут нести покарание до 12 лет избавления воли. Люди, которые проголосили утворение своей республики, и мы считаем, что они совершили злочин против государства, до решения людей нужно проводить расследование и также направить обвиневательные акты. Вместо высшего совета юстиции – высший совет правосудия. Президент Петр Порошенко подписал закон о создании нового конституционного органа. Депутаты проголосовали за документ в декабре. Полномочия высшего совета правосудия значительно расширили. Кроме привлечения судей к дисциплинарной ответственности, чем раньше занимался совет юстиции, новосозданному органу дали право самостоятельно увольнять и назначать судей. Ранее этим занимались Верховная Рада и президент. Новый закон – важная составляющая судебной реформы, считает глава государства. По словам Петра Порошенко, отныне суды вне политики. Орган, который прибирает политическую составу судовой гилки власти, прибирает Верховную Раду с механизма как призначение, надание согласия на притяжение до ответственности и освобождение судов. Это решительные действия по обеспечению ключевого права украинских граждан. Право на справедливость. Право на справедливый суд. А Национальный банк с 4 января в три раза снизит для физлиц предельную сумму расчетом наличными со 150 тысяч гривен до 50 тысяч гривен. О таком решении НБУ сообщила пресс-служба ведомства. Речь идет о расчетах между физлицом и предприятием, а также между физлицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению. Что касается безналичных расчетов, то тут все без изменений, они осуществляются без каких-либо ограничений, ничего не меняется и в наличных расчетах между предприятиями. Здесь суммы составляют 10 тысяч гривен. В НБУ уверяют, что неудобства в связи с новацией граждане не ощутят, поскольку касается она только крупных покупок. И приводят в пример международный опыт. Мол, многие европейские государства, например, Франция, Бельгия, Португалия, Италия и Греция, тоже установили максимальные суммы наличных расчетов. Для Украины же такое новшество в ряд в НБУ обеспечит стабильное поступление налички в банки, ускорит ее обращение и развитие безналичного сегмента. А в Черкассах очередной скандал с полицейскими. В канун Нового года нетрезвая компания, в которой находился сотрудник патрульной полиции, жестоко избила мужчину. С многочисленными травмами и сотрясением мозга он до сих пор проходит лечение в отделении нейрохирургии. И со слов самого потерпевшего, инициатором его избияния стал именно патрульный. Под капельницами Виталий и встречал Новый год. В отделение нейрохирургии он попал в ночь на 29 декабря. Травмы получил, защищая честь своей жены. В кафе к ней приставали двое неизвестных парней. А избивали его уже шестеро. Спустя неделю интенсивного лечения мужчина все еще с трудом разговаривает. Лечащий врач уверяет, Виталий родился в рубашке. С такими травмами и сотрясением мозга последствия могут быть куда хуже. Выконано диагностику, КТ головного мозга, консультацию зумыжных специалистов. Наследки, конечно, неврологического характера. Тривали. Тривали, может быть. Жена Виталия с ужасом вспоминает события той ночи. Компания, избивавшая ее мужа, отдыхала за соседним столиком. Когда двое парней стали заигрывать с ней, Виталий вмешался. Она и не думала, что обычная словесная перепалка закончится избиением. Юлия говорит, одному из ухажеров не понравилось, как с ним разговаривал ее муж. Дотягли его сюда, сдвалили, и вот тут они его вмесили. Он уже лежал вот так, он згрупировался. Потому что если бы он не закрыл свою голову, то, наверное, бея не было у него уже. Они бея ему и просто отбили. Они кричали, что вы не знаете, с кем вы связались, что вам попадет и перепадет, что нам вообще ничего не страшного. Одним из бесстрашных бойцов оказался сотрудник патрульной полиции Владимир Приходько. Именно он со своим старшим братом и начал заигрывать с Юлией. В Черкасском управлении полиции об участии в драке их патрульного знают. Говорят, он и сам получил травму. Хотя в тот день Приходько и не находился при исполнении, но внутреннюю проверку в полиции все же проводят. В городском отделе полиции по факту нанесения телесных повреждений уже открыто уголовное производство. Но сам Виталий переживает, что коллеги его обидчика могут спустить дело на тормозах. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасы. В Николаеве произошла потасовка между патрульными полицейскими и активистами дорожного контроля. По словам активистов, они заметили патрульный автомобиль с лопнувшим лобовым стеклом и позвонили на 102, чтобы машину сняли с дежурства. По правилам дорожного движения эксплуатировать авто с лопнувшим лобовым стеклом строго запрещено. Прибывшая на место командир роты патрульная полиция дала команду подчиненным на неисправном авто уезжать. Активисты заблокировали машину патрульных, но те в попытке скрыться наехали на ноги двум общественникам. Завязалась потасовка, на одного из представителей дорожного контроля надели наручники, а других избили резиновыми дубинками. Все закончилось в райотделе. Составлением протоколов в полиции действия активистов уже назвали провокацией и направили материалы о препятствовании работе правоохранителей в прокуратуру. Садитесь, выезжайте. Ты куда едешь? Идиот или что? Человек, вставай! И к другому громкому делу с побоями и стрельбоем. Прокуратура Киевской области собирается проверить, насколько законно нардепу Пашинскому выдали оружие, из которого он стрелял. И добавили, что будут заново проводить экспертизы, допросы и собирать улики в этом громком деле. Что еще рассказали в прокуратуре по делу о стрельбе Пашинского? Продолжение этой темы в нашем сюжете. Накануне полиция Киевской области передала материалы дела Пашинского в областную прокуратуру. А сегодня там, как и обещали, ход расследования прокомментировали. Вначале пообещали расследовать все с нуля. И рассказали, у нардепа уже изъяли пистолет австрийской марки ГЛОК-19 вместе с документами и патронами. В прокуратуре утверждают, еще раз допросили водителя авто, из-за которого и произошел инцидент. Подтвердил он версию Пашинского или потерпевшего, не разглашают, мол, тайна следствия. Рентген же потерпевшего позволяет медикам и экспертам скорее поверить версии раненого. По информации источников издания «Обозреватель», во время допроса врач, который оперировал Вячеслава Химикуса, рассказал, что в месте ранения обломки кости смещены вниз от таза. А значит, нардеп выстрелил в Химикуса сверху, а не из положения лежа. Но на камеру медики говорить о своих выводах категорически отказываются, ссылаясь на суд медэкспертов. Где входной, где выходной решить трудно. Они практически идут параллельно. Трудно сказать, как это происходило и в каком положении. Но то, что травма тяжелая в плане того, что там огнестрельный перелом, все огнестрельные переломы открытые, то есть инфицированные. Еще больше удивляют экспертов действия полиции. Правоохранители так и не удосужились изъять важнейшую улику. Прострелянные джинсы пострадавшего. По словам специалистов, они также свидетельствуют в пользу версии Химикуса. И добавляет, даже если в ходе следствия установят, из какого положения стрелял нардеп, это его не оправдывает. В любом случае при самозащите применять огнестрельное оружие запрещено. 36 статья, там есть четкие пояснения, что выключается самозащит в ответ на самозащит. А если вы взяли до внимания, что Пашинский с пистолетом вышел до человека, то в принципе защищалась уже эта человек, которая была его пляшкой. А пока идет следствие, нардепы уже инициировали процесс снятия Сергея Пашинского депутатской неприкосновенности. Я требую от Народного фронта, чтобы они на позаторговом заседании своей фракции выключили Сергея Пашинского, своих лав. Я требую, чтобы они выключили Пашинского с Народного фронта. И требую, чтобы Пашинский власнороч написал заяву про складание повноважений головы комитета с питанием национальной безопасности и обороны. Сегодня эта человек точно вынуждена, на мою думку и думку экспертов, о том, что произошло перед День Нового Рока. Эта человек будет отвечать перед законом и будет сидеть в вязнице. И с ней будет снято недоторганность. Предварительно полиция открыла уголовные дела по факту хулиганства. Но кто в этой ситуации пострадавший, а кто подозреваемый, пока не могут сказать и в прокуратуре. Уже завтра с утра запланировали в очередной раз допросить раненого на больничной койке. Ольга Рыцарь, Богдан Вербицкий, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Также нардеп Сергей Каплин предлагает депутатам самим расследовать дело Пашинского. Но себя на странице в фейсбуке написал, что для этого нужно создать в парламенте временную следственную комиссию. Соответствующий проект постановления Каплин уже подал в Верховную Раду. Во Львовской области в селе Басовка сгорел музей, одна из крупнейших кривок подземных скронов украинской повстанской армии. Пожар произошел накануне ночью. Тушили кривку всем селом, но огонь уничтожил перекрытие стены и прочие элементы декора. Сгорели и бесценные документы. 50 томов, уникальные летописи УПА и письма повстанцев. От музея осталось лишь дымящиеся ямы. Музей кривку открыли два года назад на месте бывшей типографии повстанцев. Все детали восстанавливали по памяти местной жительницы Владимиры Кулик, которая работала печатницей. Местные жители уверены, что пожар не случайность. К тому же музей вспыхнул на следующий день после того, как Украина отметила день рождения Степана Бандеры. Кто виновен в случившемся, теперь будут разбираться правоохранители. Не просто подпал, а свідомо за день готувалися. И тут, если бы кинуть, например, соломи, или кинуть папир, или еще что-то через решетку в музей, то тут, конечно, оно бы не загорелося. Або через отдушину, або через камень, у нас через шпички тут было, залили что-то. Або взорвали решетку, и зашли, и облили все, и оно раптом все спалахнуло. В Чехии извлекли из могилы останки Александра Олеся. На месте, где покрылся украинский писатель, его жена теперь похоронен гражданин Чехии и выходец из Украины Владимир Михайлишин. Именно он ухаживал за могилой известного писателя и платил за нее ренту. Но после смерти мецената его сын решил похоронить отца в этой могиле. Хотя, как сообщают источники, Михайлишин при жизни оплатил для себя участок в другом месте. И теперь останки Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы находятся в депозитарии. Немедленно вмешаться в ситуацию поручил президент Петр Порошенко в Министерстве иностранных дел. Об этом на странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Стаслав Цеголко. Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал правительство выделить необходимое средство, чтобы перевести останки Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы в Украину. Сейчас дипломаты контактируют с родственниками литератора в Канаде, которые должны дать разрешение на предание останков украинской земле. Кандидатов в президенты Франции могут запретить въезд в Украину. Речь о Марин Ле Пен. Лидер французских ультраправых известна своими радикальными высказываниями. На сей раз Ле Пен заявила, что аннексия Крыма законна, возврат полуострова в состав России обоснован и логичен. В СБУ уже в курсе. Там не исключают, что подобные высказывания повлекут за собой и запрет на въезд в Украину, и вызов посла Франции для объяснений. Я напомню, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля. Пройти во второй тур у Ле Пен шансов немного. Согласно соцопросам, французы не особо разделяют ее радикальные взгляды. Кроме того, под вопросами финансирования предвыборной компании Ле Пен, банки отказались ее спонсировать. За первые дни Нового года военной санавиации в Днепр доставили четверых бойцов ВСУ и полицейского. Пантрульный спас жителя Краматорска, но сам получил удар топором по голове. Подробнее расскажет Елена Миндалюк. Богдан из пациентов самый тяжелый. В больницу Мечниковой зоны АТО его доставили с пулевым ранением груди и живота. Повреждены внутренние органы. Медики несколько часов боролись за его жизнь. Операции прошли успешно. Сейчас его жизни ничто не угрожает. К сожалению, врачи не смогли спасти его побратима. Главврач Сергей Реженко рассказывает, военного доставили в больницу уже в коме. Мы готовили ее к операции, старались максимально вывести состояние кома. Три, но, к сожалению, в ранении несовместимой жизни он погиб. В реанимации находятся еще двое бойцов. Их состояние удовлетворительное. Уже идут на поправку. Из Краматорска также доставили патрульного полицейского. 24-летний Александр спас жизнь гражданского, но сам едва не погиб. Рассказывает, после службы шел домой. Услышал крик о помощи. Четверо неизвестных избивали мужчину. Взял потерпевшего за куртку, за капюшон, начал вытаскивать. Тем самым правонарушители обратили на меня уже внимание. Они меня начали брать в кольцо, заходить по флангам. И один, получается, справа от меня нанес удар рукой и его отбил. И в этот момент прилетает уже слева от меня удар топором по голове. Александр на несколько секунд потерял сознание, но, придя в себя, вызвал подмогу. Его коллеги задержали нападавших. Группа лиц действовала по предварительному сговору, ранее судимые. На данный момент открыто уголовное производство по ст. 115, часть 1. Замок на убийство. Патрульного на скорой доставили в больницу Краматорска, а потом перевели в Бахмут. Но затем медики приняли решение отправить раненого полицейского в Днепр. В Краматорске не было анатоксина. Это, как все лекари говорят, что рублена рана, грязь, может, попадание, то нужно делать анатоксин, то есть это против сказа. Поспілкувавшись там с лекарями и зателефонувавши на Чмедуа, то связался с Данчином, было принято решение, что нужно его негайно перевести для того, чтобы сделать ему доследование. Компьютерный томограф. Александру проверили все необходимые процедуры. Парня уже сегодня собираются переводить из реанимации в отделение политравмы. Все в порядке и с мужчиной, которого он спас. Его через несколько дней выпишут из больницы Краматорска. Елена Медалюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепр. В зоне АТО за прошедшие сутки погибших и раненых среди украинских военных нет. Хотя боевики 20 раз открывали огонь по нашим позициям. Найболее напряженная ситуация вблизи города Попасное в Луганской области с новостями из этого района Геннадия Вивденко. Сейчас они вон, по посадке тут тусуются. Вниз заходят 4 человека. Подивимся, что они будут пробовать какие-то провокации от нас. Может, они себе... Наверное, что они грибочки там сбирают. Снова зашла группа боевиков. Возможно, пытаются поставить мины. Бои тут не прекращаются. Самое опасное место в Луганской области, под оккупированным Первомайском. Противник пытается выбить украинские войска с этих полей. Это позиции под Попасной. Военные считают, что противник здесь отрабатывает боевые навыки. Огонь ведется круглосуточно, днем и ночью. Накануне вечером и ночью наемники пытались пробить нашу оборону с помощью бронетехники. Вчера заходили орентированно. Один из восьми вечера они працювали до часу ночи. Прикривалися огнем БТР, а вот звати и огнем АГС и СПГ. Они начали с дашки накрывать нас. И мы начали им ответ подолать. Сколько же можно им терпеть. Только за сутки. И только на этой позиции наши военные насчитали до полусотни попаданий вражеских минно-снарядов ствольной артиллерии боевиков. Это один из самых меньших кусочков, которые есть. Вообще летит такая дура, непоганая. И достаточно непоганая гипотеть. Каждые 2-5 минут противник стреляет из сапога. Так называют здесь станковый гранатомет. Или из василька. Это миномет калибром 82 мм. Они бьют в Рейнтон из-под завода, от Калинового. И здесь по нам накидывают. Минометная группа их пересувается по линии фронтов. И бьют тут, накидали, переезжали там, накидали. И так мобильные они. Вы слышите, какая ситуация, как противник дотримается домовленостей, перемирья. Ось провокирует, постоянно провокирует. Ведутся обстрели в сторону Калинового. Вот сейчас мы присутствие в одних позициях. Чуем, что ведется обстрел за СПГ. Волонтеры успели к Новому году доставить тонны продуктов нашим бойцам в самую опасную точку Луганской области. Впереди оккупированный Первомайск. За нами попасно. Мы на украинской земле. Куда же отступать? Всякую такую, как говорят, наволочь придется назад их потеснеть. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интеррес Луганской области. В Мариуполь приехал министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Себастьян Курц, председатель ОБСЕ и глава австрийского МИДа. При фронтовой город чиновники прибыли, чтобы проверить, как выполняются минские соглашения. Кроме того, Климкин и Курц обсудят перспективы развертывания вооруженной полицейской миссии в Ордло под флагом ОБСЕ. Украинские оборонные предприятия будут выпускать винтовку образца НАТО М-16. Сегодня в Киеве между госконцерном Укроборонпром и американской компанией по производству оружия Аэроскрафт был подписан меморандум о сотрудничестве. Производство автоматической винтовки станет первым подобным проектом между Украиной и США. Чтобы использовать патроны не только НАТО, но и образца Калашникова, которые сейчас на вооружении в Украине, в винтовке предусмотрена возможность смены стволов. Этот проект даст нам возможность перехода на стандарт НАТО. Это, соответственно, дает виток экономики, дает развитие нашим предприятиям. Это налоги в местный и центральный бюджет. Это новые рабочие места. Это то стрелковое оружие, которое стоит сегодня на вооружении всех элитных войск НАТО. И открывая совместное предприятие, когда мы будем его производить здесь, в Украине, естественно, это будет сигнификантный шаг вперед. Главный враг Америки Дональд Трамп обрушился с критикой на Северную Корею. Чем может обернуться этот конфликт и чем угрожает штатам северокорейский диктатор? Дмитрий Анопченко об этом. Пропагандистские ролики о том, как ракеты Ким Чен Ына уничтожают американские города, в КНДР по телевидению крутят довольно часто. И также часто всячески угрожают Вашингтону. Но последние заявления диктатора куда конкретнее. Мол, готовят испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая сможет ударить по штатам. Мы должны готовиться к великой и решающей битве. Она настала. Дональд Трамп в ответ переполошил мир громким заявлением в социальной сети. Мол, Пхеньян угрожает нам ядерным оружием. Этому не бывать. А еще раскритиковал Китай. Дескать, Пекин не желает решать ядерную проблему КНДР. Известно, что твиты новый президент пишет сам, не советуясь со своей командой. И в отличие от выступлений на публике, над которыми работают и советники, и спичрайтеры, его короткие месседжи на 100% личное мнение Трампа. Отсюда и такое внимание к происходящему. Вывода американская пресса сделала два. Вступив в должность, Трамп может объявить Северную Корею врагом номер один. И Пхеньян ждут куда более жесткие санкции, чем при Обаме. Мол, угроза действительно серьезна, и в Белом доме ее недооценивали. По данным американской разведки, уже через три года КНДР получит столько сырья, что сможет создать до сотни ядерных боеголовок. А еще Трамп, похоже, действительно собирается куда более жестко, чем Обама, вести диалог с Китаем. И не исключено, что для этого будет использовать укрепление отношений с Москвой. И в этих условиях большой геополитической игры Украине очень важно не потерять ту поддержку Вашингтона, которая существует сейчас. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Турецкие СМИ опубликовали селфи-видео предполагаемого стамбульского террориста. На кадрах мужчина разгуливает по центральной площади города Токсим. Дата съемки видео не указана. Турецкие власти задержали уже 12 подозреваемых в связи с нападением. Но полиция до сих пор неизвестна имя преступника. Ранее сообщалось, что теракт устроил 28-летний житель Кыргызстана. Но это подозрение не подтвердилось. И напомню, что в новогоднюю ночь неизвестный ворвался в ночной клуб Стамбула «Рейна» и открыл стрельбу. В результате погибли 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Полиция Израиля допрашивает премьер-министра. Следователи несколько часов беседовали с Бениамином Нитаньягу, в отношении которого существует подозрение в коррупции. Об обстоятельствах громкого дела наш корреспондент Сергей Ауслендер. Перед началом допроса Нитаньягу получил уведомление. Все, что он скажет, будет использовано против него в суде. Это не просто конституционное право гражданина, но еще и свидетельство того, что по делу он проходит не как свидетель, а как подозреваемый. Беседа с сотрудниками полицейского управления, занимающегося расследованиями самых громких коррупционных дел, проходила в резиденции премьера, длилась более четырех часов. Об обстоятельствах этого дела пока мало что известно. По данным полиции, которые она собирала в течение восьми месяцев, Нитаньягу якобы получал от неких бизнесменов дорогие подарки стоимостью в десятки тысяч долларов, в обмен, опять же, якобы на продвижение их бизнес-интересов. История эта породила очень бурную дискуссию в обществе и даже вылилась в несколько законопроектов. В связи с создавшейся ситуацией, в Кнессете подано сразу два законопроекта. Первый законопроект говорит о том, чтобы запретить в принципе допрос в полиции расследования относительно действующего главы государства, чтобы он мог исполнять обязанности главы государства, а не отвлекаться на все свои юридические процессы. А второе, это обязать главу государства назначить себе преемника, заместителя, как вице-президент в Америке, чтобы в случае, если действительно подозрения дойдут до передачи в суд, чтобы автоматически был кто-то, кто исполняет его должность. По поводу этого дела Нитаньягу заявил, что это абсурд, его преследуют, и дело все равно закончится в его пользу, и лишь отвлекает его от исполнения государственных обязанностей. Но надо сказать, что это не первое расследование в отношении Нитаньягу. В 2013-м полиция уже проверяла подозрения в том, что его поездки за границу оплачивал некий бизнесмен, имевший в Израиле серьезные коммерческие интересы. Тогда дело закрыли за недостатком улик. Вообще надо сказать, что в Израиле нет неприкасаемых чиновников, вне зависимости от того, какой бы высокий пост они не занимали. Достаточно вспомнить, например, бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, который до сих пор сидит в тюрьме за получение взятки, или бывшего президента Маше Кацава, который буквально накануне вышел из тюрьмы, где отбывал срок за изнасилование. Или, к примеру, расследование в отношении ныне действующего министра обороны Авикдора Либермана, которое длилось аж 11 лет, но тогда чиновника полностью оправдали. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Летающий автомобиль уже не фантастика. Его придумали в Израиле. Что может аппарат и когда будет летать? Об этом и не только. Далее в обзоре международных новостей. Тысячи пассажиров застряли в американских аэропортах. Им пришлось отложить свои планы почти на 4 часа из-за сбоя в системе таможенного контроля. Программа отказала одновременно в нескольких аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Бостона и Атланты. Мигрант в чемодане. В Испании 22-летний африканец попытался пересечь границы в Сеуте. Его перевозили в машине двое марокканцев. Кроме мигранта в чемодане, в салоне машины прятали еще двух жителей Гвинеи. Одного за панелью приборов, другого под задним сидением автомобиля. Всех их задержали во время проверки документов и обыска машины. Летающий автомобиль сконструировали в Израиле. Этот беспилотник способен двигаться и вертикально, и горизонтально. При этом сесть может даже в самых труднодоступных местах. Способен преодолеть около 70 километров с грузом 500 килограммов. А по совместительству еще может и использоваться как робот-сапер. Такая машина будет незаменимым помощником для израильской армии, убеждены разработчики. Появится она у военных не ранее 2020-го. Цена одной – 14 миллионов американских долларов. Прожил 18 лет с ножницами в животе и даже не подозревал об этом. 54-летний вьетнамец еще в конце 90-х попал в аварию. Ему сделали операцию, во время которой и забыли 15-сантиметровые ножницы в животе. Все это время мужчина жил с ними и не жаловался на здоровье. Лишь недавно у него стал побаливать живот. В ходе обследования медики обнаружили инструмент и сразу же отправили пациента на операцию. Все прошло успешно, ножницы вытащили, вьетнамец чувствует себя хорошо. На этом все. Больше новостей на нашем сайте подробностей UA. Хорошего вам вечера и увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok